Около Нижнего городского пруда 27-летний горожанин разбил Ниссан Кашкай, принадлежащий его матери. Он врезался в Тойоту Спасио, которая ехала ему на перерез по главной дороге. Это было настолько неожиданно, что шофер Минивена почти не успел среагировать на появление стремительной помехи. Складывалось ощущение, что сидевший за рулем кроссовера не смотрел по сторонам вообще. Прямо передо мной, я даже тормозал, просто прям передо мной. После мощного столкновения Кашкай, в котором ехали две девушки и двое молодых людей, перевернулся на крышу. Кто-то из проезжающих мимо вызвал неотложку, но помощь врачей никому из участников аварии не понадобилась. Во всяком случае, к приехавшим на место ДТП медикам обращаться участники ночного крушения не стали. Молодой человек, катавший друзей на родительском Кашкае, вскоре ушел прочь. Сказал, что вернется с матерью, которая и урегулирует вопросы, как собственник машины. Второй участник ДТП, подыгрывая оппоненту, заявил полицейским, что кроссовер вела женщина. Все стало ясно, когда горожанка действительно пришла на место столкновения и подтвердила, что иномаркой управлял ее сын. Попав на дороге в крупную неприятность, он надеялся схитрить. Горожанин знал о том, что машина застрахована по программе Каска и полагал, что, виртуально усадив мать за руль, сведет случившееся к страховому случаю. Однако молодой человек не знал, что полис был действителен до 15 октября. Покрывать своего отпрыска женщина не пожелала. Виновником аварии в полицейском протоколе значится именно он. За рулем на марке молодой человек сел, будучи нетрезвым. С места происшествия Валентин Борозняк, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.